Все больше жителей края выбирают раздельный сбор твердых бытовых отходов. В регионе работают два завода по вторичной переработке в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Есть и более мелкие компании, которым нужно вторсырье. То есть не только меньше платить. Сегодня на сборе мусора вполне реально заработать. Экономию посчитала Дарья Небора. В Хабаровске одним из первых еще 10 лет тому назад мусор начали разделять в доме номер 132 по улице Артемовской. Жители тогда согласились поучаствовать в эксперименте, который предложила мэрия. Сегодня даже собаки в этом доме знают, что пластик отдельно, стекло отдельно, бумагу отдельно. У нас многие жильцы вообще высказываются по поводу того, что нужно и баночки складывать, и от баночек закрывашечки, готовые подложки из-под курочки, целлофановые пакеты, готовые все сортировать. О достижениях за 10 лет жители Артемовской рассказывают делегации Минжика Хакрая. Перед специалистами стоит задача – рассказать о положительном опыте всем собственникам квартир. Так, например, раньше на весь этот многоквартирный дом нужно было 4 мусорных бака, сейчас только 2. Вдвое уменьшилась стоимость вывоза. Как результат, в месяц этот дом экономит около 20 тысяч рублей. Эти деньги идут на благоустройство и содержание дома. Мусор на переработку забирают бесплатно. Более того, ТСЖ за это еще и доплачивают. При заборе сырья доплачивают 1 рубль за килограмм вывезенного сырья. Несколько компаний в городе есть, и у жителей многоквартирных домов, кто желает присоединиться к этой системе, есть варианты выбора. Еще один пример – новостройка на Тургенево. Здесь помимо стандартного набора отдельно собирают и опасные для окружающей среды батарейки. А на следующей неделе появится контейнер для сбора жестянок и алюминия. Все зависит от активности. Нужно провести собрание и принять решение. Потому что средства, которые направляются на оборудование, обустройство и закупку контейнеров – это средства собственников. Для того, чтобы их направить, собственники должны принять решение о том, что да, нам необходимо оборудовать вот такую контейнерную площадку и начинать раздельно собирать отходы. Пока в крае раздельной схемы сбора отходов придерживается 350 многоквартирных домов. Но эксперты отмечают, что интерес людей все-таки растет. Список компаний, которые вывозят ТБО, опубликованы на сайте Министерства ЖКХ Края.